Когда палящее солнце и температура воздуха плюс 30, устоять от соблазна окунуться в прохладной воде невозможно, люди тянутся к водоему. При этом большинство забывает об элементарных правилах безопасного поведения, что может привести к непоправимым последствиям. Основная причина несчастных случаев при купании, при уменьшении опасности и неумении выходить из сложных ситуаций. Зачастую человек тонет не потому, что не умеет плавать, а потому, что подается панике. А еще к трагедии приводят такие причины, как состояние алкогольного опьянения, заплывы на дальние дистанции, мышечные судороги, прыжки с высоты и многие другие. Безопасно отдохнуть лучше всего на специально оборудованном пляже, где есть спасатели, которые пристально следят за соблюдением порядка на воде. Мы в первую очередь, конечно же, смотрим за тем, чтобы детки, которые приходят, были в сопровождении родителей, чтобы не было случаев, что в алкогольном опьянении находились отдыхающие, чтобы соблюдали меры безопасности, то есть пользовались пляжем, как это предусматривается. Помнили, что дети купаются у нас маленькие в детских купальнях. И для того, чтобы отдых был безопасен, у нас выставлены буйки, которые ограничивают территорию для того, чтобы не попасть под катер. С раннего утра и до позднего вечера, пока вблизи пляжа многолюдно, спасатели не сводят глаз тех, кто загорает и плавает, используя для этих целей не только смотровую площадку на спасательной станции, но и периодично проезжая вдоль пляжа на катере или лодке. Людей, которые сбежали из душных квартир поближе к воде, немало, а значит, ответственность у специалистов о свод тоже. К слову, для того, чтобы ознакомиться с температурой воды, узнать, какие есть глубины и где купаться опасно, вблизи водоемов находятся информационные стенды. К сожалению, даже такой контроль не может решить проблему печальной статистики. С начала года по Брестской области утонуло 16 человек, из них одна женщина, остальные – это мужчины. 8 человек из утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения. Спасено 6 человек, из них двое детей несовершеннолетних до 10 лет. Спасательный десант контролирует ситуацию на пляже постоянно, но любители свежего воздуха и теплого солнца, находясь вблизи водоемов, не должны забывать об элементарных правилах поведения на воде и заботиться о своей безопасности самостоятельно. Ведь, как известно, опасности и неприятностей избежит тот, кто осмотрителен и осторожен.